Сотрудники ГИБДД Самары впервые провели профилактическое мероприятие со школьниками в формате воркшоп. Ученикам шестого класса предстояло пройти различные испытания, во время которых необходимо было продемонстрировать свои знания ПДД. Это именно та категория детей, которая наиболее часто попадает в дорожно-транспортное происшествие. Это дети, начиная с пятого по седьмой класс. Также у нас очень часто попадают второклассники. Проводить такие мероприятия очень важно, потому что это дает практические навыки. Во-первых, в игровой форме мы повторяем правила дорожного движения, тренируем скорость реакции, которая обязательно нужна на дороге, внимательность, сосредоточенность. Дети понимают, что не просто так нужно переходить проезжую часть, а обязательно пользоваться правилами дорожного движения. Занятия проходили в несколько этапов. Вначале ребята прошли тест, в ходе которого на время отвечали на вопросы по правилам дорожного движения. Потом, разделившись на две команды вместе с сотрудниками отделения пропаганды дорожного движения, тренировали скорость реакции с помощью специальной линейки и балансира. После этого ребята учились оказывать первую митинскую помощь с использованием тренажера-манекена. А в конце урока прошел конкурс на лучшую социальную рекламу про безопасность дорожного движения. Дети получили очень положительные эмоции. Да и чего скрывать, я и сам от общения с детьми набрался положительных эмоций. Всегда такие выезды. Я очень рад всегда таким выездам. Стараемся по максимуму проводить данные мероприятия. Детям очень нравится. Они втягиваются в соревновательный какой-то характер. Они между собой соревнуются, стараются сделать на время, стараются ответить на максимальное количество вопросов и максимально правильно. В завершении поучительной игры ребята поблагодарили сотрудников госавтоинспекции за познавательный урок и пообещали не нарушать правила дорожного движения. Для меня это такая новинка. Очень интересно, потому что сколько у нас уроков много было таких интерактивных, но вот такой для меня самозапоминающийся. И работа с манекеном для меня была довольно неожиданная. Я узнал о первой помощи, какая у меня реакция, к сожалению, не очень хорошая. Я вообще много чего узнал. Ученики школы номер 76 продемонстрировали отличные знания дорожных правил, рассказали свои истории жизни и то, с чем им приходилось столкнуться на проезжей части. А полицейские ответили на интересующие школьников вопросы и помогли разобраться в дорожных ситуациях. Это, во-первых, не просто скучная лекция о правилах дорожного движения. Это интерактив, это соревнования, это игра, в ходе которой дети легче и глубже усваивают такие правила, которые им необходимы. Подобные профилактические мероприятия в виде интерактива с детьми направлены на то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности дорожного движения. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.